Тот высокий и узкий, и тоньше он намного тоньше. Этот просто более квадратный получается. Он должен в принципе войти в эти размеры, которые были до того. Размер точно такой. Вот здесь, это видите, нету этой штуки. Это он снимался на разгрузочном поясе, сплялся двумя металлическими полосами. И когда эти полосы выдергиваешь, он падает просто. Это как раз был первый ход, у которого был мягкий. Сейчас эта куба сделается вот так же самое. Наверх выходят две полосы. Новая сумочка. Скоро будет. Скоро. 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 Более чем это, в неё уже помещаются... Прикольно. Пользуйтесь. Спасибо. Замок. Обновили кармашки на моем рюкзаке. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует... Всем привет. Доброе утро. Третий день в Киеве. Все спят. Доброе утро. 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 Весной 2013 года мы решили с Алексеем посетить профильное мероприятие «Мотобайк». Весеннюю выставку, фестиваль «Радость и прелесть». Сумки, рюкзаки, почему-то соревнования девочек на пилоне. Мне очень понравилось, кстати, это тема. Безусловно мне тоже, я не могу поспорить, как тоже, когда тут раз, вот, и все красиво. Рогатка и блестящие трусы. Но из самых ценных вещей, которые вы привели на этой выставке, это было многоразовые туристические какие-то шведские, по-моему, наборы, такие двухсторонние, вилочка, ложечка и так далее, из эко-пластика какого-то. Это первое, что мы привели на «Мотобайке». Второе бесценное привлечение с выставки «Мотобайк» – это был вот это средство по уходу за кожаными изделиями, состоящее из натурального пчелиного воска и растительных масел. Что немаловажно, во-первых, оно натуральное, а во-вторых, в комплекте к этому средству идет мочалочка. То есть, если вы думали, как его наносить, производитель, все это думал до нас. Вот это и мочалочка. С тех пор, прошло 6 лет, сегодня обнаружили все тот же воск и все та же мочалочка. Продолжение следует...